книга открытым оком тема христос есть бог и истинный человек том 5 вопрос 1203 вы говорили что называть богородицу христородицей считаете более точным но святые отцы особо подчеркивали что богородица родила именно бога бога человека плотью а не потом бог нравственно соединился с человеком как учил на истории святой григорий богослов даже говорил кто не исповедует марию богородицей тот отлучен от божества что вы на это скажете отвечает игнать тихон челапкин я исповедую во всех молитвах преснодеву марию матерь христа бога нашего как богородицу и это исповедание подтверждаю ежедневным чтением утренних и вечерних молитв и никогда нигде я ее не называю христородицей потому что я нахожусь в православной церкви но у меня есть свое мнение а мнение это не носовой платок она внутри человека и согласно и согласно слова божия может утверждаться или истребляться посмотрите по библии что включает в себя слово бог безначален всемогущ все знающий и прочее в библии насчитывается около 500 имен божьих только в одном псалме какие названия ему находит псалмопевец 2 царств 22 глава 3 стих бог мой скала моя я на него уповаю щит мой рок спасения моего ограждение моё и убежище моё спаситель мой от бед ты избавил меня псалом 143 2 милость моя и ограждение моё прибежище моё избавители мой щит мой и я на него уповаю он подчиняет мне народ мой все божьи и свойства указанные выше и остальные присущие богу безначально и бесконечно все люди которые что-либо от этого имеют себе какими бы они не были подвижниками и святыми получили от него как от самосущественной доброты и благости самосущественной любви и святости и тому подобное бог ниоткуда и ни от кого этого не получает и поэтому все эти качества свойства никто не может ни родить не создать они могут только происходить как производные от него от иеговы сущего безначального начала евангелие то она 1 глава с 1 по 3 стих в начале было слово и слова было у бога и слова было бог она в начале она была в начале у бога все через него начало быть и без него ничто не начало быть что начало быть римлянам 11 36 ибо все из него им и к нему ему слава во веки аминь евреям 1 глава с 1 по 6 стих бог многократно и многообразно говоривший издали отца в пророков в последние дни сие и говорил нам сыне которого поставил наследником всего через которого и веки сотворил сей будучи сияния славы и образ ипостаси его и держа все словом силы своей совершив собою очищение грехов наших воссел одесную престола величия на высоте будучи столько превосходнее ангелов сколько славнейшее пред ними наследовал имя ибо кто его кому когда из ангелов сказал бог ты сын мой я ныне родил тебя и еще я буду ему отцом и он будет мне сына также когда вводит первородного вселенную говорит и да поклонятся ему все ангелы божьи божья матерь пресно дева мария из колена иудина из рода давидова является созданием по благости всемогущего удостоившаяся быть матерью иисуса спасителя мира через нее бог сын божий воплотился родился как человек родился не бог а явился во плоти всякое другое понимание есть ересь 1 тимофея 3 16 и беспрекословно великое благочестие тайна бог явился во плоти оправдал себя в духе показал себя ангелом проповедан в народах принят веру в мире вознесся во славе она родила человека в котором божество вторая ипостась троицы она родила иисуса известного как иисус христос святые отцы потратили три столетия на то чтобы утвердить учение о святой троице и слово единосущие вся трудность заключалась в выражении ибо слабая человеческая мысль имеет еще меньше чтобы выразить то что уже доходит до понимания но как выразить словами то что невместимо в человеческое понимание сам символ веры многократно менялся и существует множество его вариантов и это все говорит о немощи человеческой природы когда мы пытаемся благо когда мы пытаемся богословствовать о непостижимом бог показывает себя только со спины и заднюю часть а люди сами не будучи участниками этого явления пытаются четко изобразить лицо задача их изначально невыполнима книга исход 33 глава 23 стих и когда сниму руку мою ты увидишь меня сзади а лицо моего не будет видимо тебе 3 царств 19 12 после землетрясения огонь но не в огне господь после огня веяние тихого ветра и там господь книга его 4 глава 16 стих он стал но я не распознал виды его только облик был пред глазами моими тихая венья и я слышу голос мое личное мнение согласно слова божия и это мнение я никому не навязываю и не проповедую но меня спросили я отвечаю человек может жить в определенных условиях всю жизнь в одних и тех же одеваться определенную одежду питаться определенной пищей он может прожить и жизнь вполне пристойно всем довольны ими ничего не изменять в том что было на нем и вокруг него но если его спросят считает ли он все окружающее наилучшим то человек может выразить свое мнение по всем вопросам и показать и даже доказать что если было бы по-другому то это было бы вернее лучше мы прекрасно мы привыкли постоянно повторять дева мария но слова женщина мария и жена мария режут наш слух эти слова совсем не отнимают от нее ее преснодевство галатам 44 но когда пришла полнота времени бог послал сына своего единородного который родился от жены подчинился закону весь новый завет нигде ни одним словом не обмолвался о величии богородицы в англета на 1926 иисус увидев в матерь и ученика тут стоящего которого любил говорит матери своей жену все сын твой жену значит женщина это самое свидетельствует что сей вопрос не главный в деле спасения святые отцы по многим вопросам разнились друг с другом и даже в вопросе исхождения духа святого понимали близко к тому как понимают католики я видел во сне как враги бичевали христа свистели бичи умирала во тьме красота по телу страдальца кровавые струи текли а женщины слабые плакали тихо вдали о как был унижен о как был изъязвлен христос кто миру спасения любовь и надежду принес из тела святого куски вырывали бичи глумились надо богом безумцы слепцы палачи вот воин рукою взмахнул над христом что из сил не вытерпел я и его в содрога не схватил чего ты хватаешь он крикнул без стыдно грубя и вдруг обернулся и сразу узнал я себя глаза и лицо все мое неужели то я и острая плети для бичей для бичей неужели моя в холодном поту я проснулся вокруг темнота так значит я жизнью своею терзаю христа любите друг друга ведь это христовы слова но лишь суетою забита моя голова терпением спасайтесь но я не умею терпеть и резкость моя как ременная жигучая плеть и нежность и кротость вот признак хороших людей а я очень часто не лучше чем глусный злодей не нужно быть мне нужно быть агнцем а я как рыкающий лев в душе очерствелой не дал урожая посев как в зеркале верном увидела себя я во сне о господи что же для радости надобно мне и бог мне ответил безмерно моя благодать чтоб праведным быть надо слово мое соблюдать 1965 год Родион Михайлович Березов как ни странно благотворная перемена в жизни литературной деятельности писателя Р.М. Березова когда он 15 лет назад искренне обратился ко Христу подверглась яростной критике многих соотечественников в эмиграции некоторые из них по нерасположению и зависти к нему пытались умолить бесспорный поэтический талант другие приписывали его евангельскому творчеству коростолюбивые мотивы и чистолюбие в своих обвинениях не гнушаясь клеветой и даже доносами но к чистому грязь не пристает этот сборник стихотворений все новое страница 124 4 выходит в Канаде каждый год из по его пера появлялись внушительных размеров книги основанные на богатой библейской тематике в изысканной стихотворной форме певец истины передал все евангельские повествования в произведении «Окно и Евангелие»